Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, как и обещал, очень быстро публикую третий эпизод. Ну, быстро для тех, кто посмотрел только что приквел вот этого третьего эпизода, а именно судебное разбирательство, которое имело место в 2016 году у этого же мирового судьи Юлии Шивриной. Если не смотрели, обязательно посмотрите, иначе будет сложно понять, почему я сходу вот так вот начал жестко работать с Юлией Шивриной. А потому что на это есть личные причины, я уже был в судебном разбирательстве у этого мирового судьи, и то дело было полно противоречия. Оно вообще было аналогичное по обстоятельствам, по содержанию, точно так же был назначен водителем человек, которого никто за рулем не видел, но так как он был владелец титульной автомобиля в свидетельстве о регистрации, то его и назначили водителем. А если в двух словах, то один человек продал машину другому, соседу по гаражу, и в гаражах они решили отметить, и поехал за рулем уже новый владелец. Но, так как случилось ДТП, в бампер кому-то там ткнули, и он в итоге походил-походил, на него никто внимания не обращает, он с места и сквозанул, ушел. И когда подъехали, случайно ехали мимо бойцы в неведостной охранной, тогда еще не было Росгвардии, то кто хозяин? Ты хозяин, вот ты и будешь водителем. В итоге назначили человека водителем. Друзья, не буду все пересказывать, посмотрите, пожалуйста, вот этот приквел, там более подробно я рассказываю, там допросы инспекторов, достаточно интересно. Посмотрите, здесь сразу приношу извинения за пока что плохое качество картинки, то есть фактически мы возвращаемся во времена судьи Едигарева, это у нас сейчас второе видео по популярности на канале. Там тоже Танечка с телефона случайно включила, начала снимать, когда судья Едигарева посмела сделать замечание моей драгоценной любимой Танечке, хмыкнула презрительно. Да, не буду пересказывать, посмотрите. Там вот тоже сбоку. И здесь опять получается сбоку. Потому что, друзья, стадия ходатайств, заявление ходатайств затянулось, и еще не было заявлено ходатайства о разрешении видеозаписи, и поэтому видеозапись велась открыто, но не совсем открыто, скажем так. То есть она не запрещена была, но нужно получить разрешение, естественно, председательствующего для того, чтобы вести видеозапись. Так вот это ходатайство еще не было заявлено. То есть сначала мы вообще не перешли к открытию, а видеозапись можно было вести, а потом вдруг внезапно судья решила перейти, а Танечка, видимо, забыла выключить. Ну, бывает. Поэтому сначала так, но звук хороший, потому что сразу же я был, естественно, уже с петличкой, зум 32 бита с плавающей запятой, поэтому звук нормальный. Там страшное эхо, реверберация в помещении, но вы не почувствуете, а если и почувствуете, то не сильно. Все-таки техника хорошая должна быть для того, чтобы вы с удовольствием воспринимали наш контент. Поэтому, Танечка, что еще нужно сказать? Да, друзья, Танечка напомнила, что мне нужно сказать. Кому-то может показаться, что я слишком вольно веду себя в процессе и таким образом ставлю под удар интересы клиента. И эти люди будут правы, были бы правы, если бы это было клиентское дело. Здесь я напомню, что дело это не клиентское. Как я уже говорил, это дело фактически мое личное. Я защищаю близкого человека, меня попросили о помощи, и фактически это дело мое. И здесь мне заранее уже ясно, какой будет результат, и совершенно понятно, что никакие сю-сю-сю и никакие другие вот такие подходы, они делу не помогут. А ровно наоборот. Потому что некоторые вежливость воспринимают за слабость, к сожалению. И поэтому здесь фактически ситуация, когда нечего терять. И в итоге получается win-win стратегия. И вот, пожалуйста, имейте это в виду, когда будете смотреть. Поехали. Здравствуйте. Как же без пристава-то? Долгих-то ведь опасен. Паспорт секретарю. Ну, раз с приставом, значит, и я соответствующим образом. Вы по вежливости наобщайтесь, пожалуйста. Вежливость уж не требую, видимо, не дано, но с уважением. Паспорт секретарю, будьте любезны или будьте добры, пожалуйста. Или Антону Витальевичу паспорт секретарю. Понятно говорю? Что значит паспорт секретарю? Пожалуйста. Регламент вы сейчас будете разъяснять лицу любившие свидания судебного заседания. Вы тему-то не меняете. Вы мне указания не раздавайте. А если раздаете, пользуясь своей властью, и меня не перебивайте, то вежливо. Вы меня, пожалуйста, не перебивайте. Вы меня перебили. Вы что, Шеврина? Вы меня перебили. Заседание еще не открыто. Рот свой закрой. Рот свой закрой и стой спокойно. Заседание не открыто еще. Да я спокоен. Я в рабочем состоянии спокоен. Вы мне скажите вежливо паспорт передать. Я давно его уже передам. Понятно объясняю? Да я спокоен. Юля, я спокоен. Я спокоен. Я в рабочем состоянии. Вот и все. Вы не переходите с личность. Я вообще на личность не перехожу. Что? Не переходите на личность. Вам никто не разрешал. Юля, мне твое разрешение не требуется. Мне твое разрешение, Танечка, ну что ты? Телефон 80 тысяч стоит. Google Pixel 6. Лучший в мире телефон. Мне разрешение ничего. По крайней мере, до открытия заседания не требуется. Понятно? Шли в здание. Совершенно верно. Совершенно верно. Помещение судебного участка. Судебного участка мирового судьи Кировской области. Чтобы было понятно. Ну, давайте. Присутствие всех покажи. Давайте интеллектом померяемся. Сейчас все увидят. Что нужно, то и увидят. Ну, так что? Да я, может, постоять хочу пока. Я из уважения к суду стою. Да, вот. А с чего все началось-то? С того, что паспорт секретарю. С детьми своими так разговаривать будешь. Понятно? Я даже с детьми, кстати, не позволяю. Что? Выйдите. Да не выйду я, конечно. Смотри, специально даю пас. И дальше что будет? Выведет меня приступ? Да он не подойдет ко мне. Выйдите, пожалуйста. Что ты ко мне приближаешься? Что ты ко мне приближаешься? Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин